Сегодня мы расскажем вам удивительную историю падений и взлётов, небывалого успеха и настоящей дружбы. Историю Ебашилова. В 1984 году в семье двух полярников появляется на свет юный барабанщик Василий, который с малых лет определил свой путь одним словом – Ебашилова. Ещё в школе он встречает своего юного соратника Виктора Зебру, который был уборщицей в его школе и подторговывал мукой. Сразу найдя общий язык, Василий и Зебра покидают школу и отправляются галопом по Америке. Продолжая торговать мукой, они ввязываются в историю с полицией и регулярно вступают в конфликты с местной мафией пианистов, держащей рынок кабачковой икры в США. Я помню эти тяжёлые времена. Зебру в очередной раз взяли с мукой. Я снимал квартиру в Бруклине, перебивался буквально яичной лапшой. Я тогда подрабатывал суфлёром у Никиты Джигурды. Денег не было ни на что. Даже палки мне приходилось делать из использованной туалетной бумаги и клея ПВА. Я её прессовал, заливал клеем формы и делал. Потом я продал это ноу-хау компании ПИС. Зебра славился своим умением ввязываться в истории. После непродолжительного романа с дочерью кубинского мучного барона, Виктор и его семья попадают в перестрелку. Труп его матери, Аллы Аналовны, варит и съедает мафия. Когда мою маму Аллу Аналовну убили, я не находил себе места. Мне было так тяжело. Но потом я случайно узнал результаты ДНК-тестов. Оказалось, что она не была моей матерью, и мне сразу стало легче. Она всего лишь была моей сестрой. Семь пулевых ранений напоминают ему о смерти его семьи. Одна из пуль задевает мышцы лица. Его особый акцент оценят любители настоящего рэпа, ведь в Америке «Зебра» выпустил несколько сольных пластинок. Чувак, это рэпчик. Переиграв во множестве групп, Вася тем временем решает снять супершколу игры металла на барабанах. В одночасье этот киношедевр собирает миллионные кассы, и Василий получает Оскара. Ну что, отвечай, кого все любят? Барабанщиков, сука. Ты что, сука? Ты охуел! Это же, это дюшес, сука! Дюшес, блядь! НЕТ! НЕТ! Блядь! Ты что? Ну, я помню тот день, когда парням из ебашьего вручали Оскара. Вот. Я как раз полы у них мыл на студии, ну, отрабатывал за еду. Тут смотрю по телеку, короче, ему, ну, дают Оскара. Михалков плакал от счастья, А Тарантино так аплодировал, что после этого два с половиной года фильма не снимал, потому что руки поломал. Че еще? А, я слышал еще это, сиквел будут снимать. Короче, сделают силиконовую маску, Вася, вот. И, ну, главную роль, естественно, этот будет играть. Пореченков. Пореченков. Вот. Что же будет дальше? Кто победит? Пианисты или барабанщики? Хотя, никто не любит пианистов, все любят барабанщиков. Всем привет! Наконец-то среда. Долгожданный 28-й выпуск нашей передачи в эфире. И, как всегда, мы сегодня будем веселиться, учиться новым приемам игры на барабанах и угорать. В сегодняшнем уроке мы разберем очередное упражнение с ногой, интересный переход с малого барабана на напольный тон и замороченную фишку с малым и томами. Итак, первым упражнением будет переход с малого барабана на напольный тон. Сейчас я покажу тебе его медленно, а потом мы его ускорим. Конечно же, я покажу тебе, как это применить в игре, чтобы тебя закидали трусами. Вторым упражнением на сегодня будет интересная аппликатура, которую ты сможешь разложить как на малый барабан, так и на тома. Сейчас я покажу тебе, как играть это упражнение медленно, а всплывающие буквы поразят тебя спецэффектами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как всегда, я покажу тебе, как разложить эту штуку по томам и применить в игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще одно упражнение на ногу. Мы будем играть двойку между правой рукой и правой ногой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, очередной выпуск Ебашилова подошел к концу. Как всегда, увидимся с вами в следующую среду. Подписывайтесь на мой канал, на канал «Спасибо, Ева». Все готовимся к Новому году и ждем наш новогодний выпуск. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА